Добрый день. Этот доклад посвящен государству. Он состоит из трех частей. В первой части мы поговорим о том, что такое государство, во второй части поговорим о том, к чему оно приводит, а в третьей подумаем о том, что же со всем этим делать. Речь у нас пойдет о государстве бюджетного типа, то есть о системе, в которой люди платят принудительные налоги некоторой конторе, которая в замену этих налогов оказывает им некоторые услуги. Так устроено, так работает большинство современных стран за редкими исключениями в виде некоторых исламских государств. Сегодня в определениях государства существует очень много путаницы. Тут вам вспомнят и герб, и флаг, и гимн, и еще какие-нибудь глупости. Однако в государстве нет ничего особенного и ничего сверхъестественного. Государство – это группа людей, которые на некоторой территории имеют монополию на принудительное взимание налогов с остальных, находящихся на этой территории людей. Эта же группа людей затем определяет и цели, и порядок расходования собранных ею средств. И эта же группа определяет различные правила, по которым должны жить люди на опекаемой ею территории. Существует множество теорий возникновения государств, однако наиболее реалистичной выглядит военная или принудительная теория. Она возникла в конце 19 века, когда европейцы накопили достаточно опыт общения с так называемыми «дикими народами» и как бы вернулись в собственную историю. В 70-е годы 20 века Роберт Корнейра придал этой теории законченный вид. Государство возникает тогда, когда одно племя решает грабить другое племя на постоянной основе. То есть вместо режима «прибежал, пограбил, избежал» племя переходит в режим постоянного грабежа. Чтобы побежденное племя не умерло с голоду, отбирается не все, а только часть, но зато отбирается на регулярной основе. Эта ситуация возникает тогда, когда побежденному племени просто некуда уйти. К примеру, территория Перу представляет собой набор долин. Из такой долины просто некуда деться, так как кругом горы, малопригодные для жизни. И мы видим, что в Перу возникает государство инков. А вот в долинах рек Бразилии много плодородной земли. И поэтому, если на вас там напали, вы можете просто сняться с места и перейти на другую территорию. Никаких государств здесь не возникло. История Европы с феодальных времен – это история государств. Нужно сразу сказать, что речь не идет о привычных нам больших национальных государствах. Любой мелкий феодал, который собирает оброк со своих крестьян – это уже государство. Ведь он не только собирает даль, но и вершит суд и защищает от набегов соседей. Таких государств на территории Европы были сотни тысяч. И в мейнстримной истории Дегло выглядит таким образом, будто именно взаимодействие этих государств и составляет суть истории. Современная история считает государство высшей естественной формой организации людей. Но если присмотреться к той же истории Европы, мы выясним, что это не так. Существовали и другие формы организации людей. Правда, нужно иметь в виду, что историю пишут победители. И с их точки зрения, эти другие формы были какими-то недоразвитыми. И, как считается, они потом, естественным путем, уступили место государства привычного нам типа. Не случайно для этих других форм даже нет толкового имени. И в истории их тоже называют государствами. Поэтому в рамках нашей темы я буду называть привычное нам государство государством военного типа, а его альтернативу феодальной республикой. Я прошу меня в данном случае простить, просто других терминов у нас нет. Так вот, к новому времени феодальных республик практически не осталось. Они были завоеваны либо интегрированы в государства военного типа. Причем частая интеграция происходила путем заимствования феодальными республиками институтов военных государств. То есть, как бы с другой стороны. Институты феодальных республик мы увидим в вольных городах Европы и во многих странах, где военные государства приняли в себя традиции и обычаи феодальной республики. Например, в Англии многие крестьяне не только были лично свободными, но имели право и даже были обязаны носить оружие. Это вещь немыслимая, например, для Франции. Вспомним Столетнюю войну и английских лучников, которые выкашивали ряды французских рыцарей. Так вот, это были те самые свободные крестьяне. В России же, к примеру, не только крестьяне были рабами своего хозяина, но их хозяин тоже был рабом царя. И вообще говоря, наличие института феодальной республики в военном государстве, похоже, говорит о том, насколько жители завоеванной территории были способны отстаивать и сохранять свой образ жизни. Так вот, можно выделить два, так сказать, идеальных типа организации. Если вы взглянете на эту таблицу, то согласитесь, что называть эти совершенно разные формы организации людей одним и тем же словом государства, как это делается в современной истории, нельзя. Ротбард описывает средневековую Ирландию, которая просуществовала в режиме феодальной республики тысячи лет, пока не была захвачена окончательно Англией в 17 веке. Это больше, чем любое государство военного типа. Замечу также, что феодальные республики порождают совсем другие социальные феномены, чем военные государства. Для военных государств характерен тип героя-завоевателя или государственного деятеля, а феодальные республики известны нам совсем другим. Новгород известен почти поголовной грамотностью. А Ирландия известна феноменом ирландских монахов-просветителей, которые фактически в начале средних веков восстановили христианство на всем континенте. Думаю, с этой таблицы все понятно. Хочу прокомментировать параметр территории, так как он принципиально важен. Феодальные республики, например, в ее ирландском варианте, территорию Туата, или, как бы мы сказали, клана, составляют земельные наделы его участников. Если вы покидаете Туат, то вы продаете эту землю, и таким образом территория Туата меняется. Рядом находятся другие такие же Туаты, в которые входят свои собственники. Военные действия между Туатами, конечно, возможны, но в принципе бессмысленны, так как это будут боевые действия между частными лицами. В Туате нет главного начальника над всей его совместной территорией. А вот в военном государстве такой человек есть. Это король, суверен данной территории. Это принцип территориального суверенитета, который мы хорошо изучили на примере ракетирских банд начала 90-х годов. Они ведь тоже были государствами. Если вы суверен, и если у вас сосед тоже суверен, то тогда война имеет смысл. Потому что если вы ее выиграете, то вы получите в свое распоряжение сразу всю территорию вашего соседа, а не будете по отдельности воевать с каждым хозяином каждого отдельно взятого кусочка земли. По этой причине государства так любят, и так лелеют свои границы. И по этой же причине они постоянно занимались и занимаются войнами. Сам принцип государства порождает войну. Расширение территорий, увеличение количества тех, кто платит налоги. Вот главная цель любого государства. И кстати, заметьте, как наше государство проливает слезы по поводу того, что его население падает, и как оно печется о том, чтобы мы плодились и размножались. Хотя казалось бы, какое ему до этого дело. И так, к новому времени в Европе остались только государства военного типа. Мы с вами живем сейчас именно в таком государстве. Так вот, из того, что было сказано, можно сделать следующий вывод. Налоги, если под налогами понимать любую форму регулярных поборов, являются причиной существования государства, а не способом его существования, как это нам говорят теперь. Нам этот вывод еще пригодится. Кстати, еще совсем недавно этого никто и не скрывал, и суть государства была более ясна. Десятина, которая была универсальной ставкой, на самом деле очень большой налог. В натуральном хозяйстве это, видимо, столько, сколько можно отобрать, чтобы крестьянин не умер с голода. Вспомним, что Христос отдельно указывал на то, что даже мытари при хорошей погоде тоже могут заслужить Царствие Небесное. То есть сборщиков налогов, мягко говоря, не любили. А Вольтер говорил о том, что Чернь не нужно учить грамоте, так как вдруг она научится и перестанет работать. Европейцы настолько привыкли к государствам, что уже не представляли себе других форм организации. Поэтому, когда в Европе начались либеральные революции, вопрос стоял не о происхождении государства и не о легитимности такой форм организации. Вопрос стоялся о назначении государства. И прежде всего, главный вопрос был об источнике суверенитета. Является ли суверенным монарх или все-таки жители подведомственной территории? Как правило, этот вопрос решался отсечением монарших голов, и эту традицию начал Кромвель. Однако, конечно же, самой значимой либеральной революцией была американская революция. Фактически, Соединенные Штаты – это государство, выдуманное из головы. И, кстати, в ряд для отцов-основателей спрашивали, а скажите, есть ли в мире примеры того, что вы тут мутите? Создание США было великим экспериментом, который закончился успехом. Отцы-основатели видели проблему в том, что вся полнота власти может достаться одному лицу или группе лиц. В их время это была главная опасность. Идея разделения властей заключается в том, что эти власти не просто существуют отдельно друг от друга, а в том, что они имеют разные функции – законодательство, исполнение законодательства и судебную функцию. Если же я сам и принимаю законы, и исполняю законы, и решаю, кто прав в трактовке законов, то это ничего хорошего не даст, считали они. Кстати, американская революция была прямо противоположной по смыслу французской революции, которая случилась примерно в то же время. Смысл американской революции состоял в том, что государство может делать только то, что ему позволено, и иметь только те функции, которые ему переданы добровольно и в явной форме. Французская революция просто заменила неограниченный суверенитет короля неограниченным суверенитетом татбы, что естественным образом привело к диктатуре. Я бы не называл французскую революцию буржуазной. Сейчас, оградываясь назад, можно сказать, что основатели США стремились создать нейтральное государство. Государство как некий нейтральный, бездумный инструмент, который достается тому, кто побеждает на выборах. Это как машина. Каждый может сесть в нее и ехать туда, куда ему нужно. С тех пор в политической науке утвердилось мнение, что Конституция и разделение властей гарантируют нейтральность государства. Однако опыт показывает, что это не так. Так, разделение властей и конституционная демократия защищают от одних опасностей, но не защищают от других. США являются хорошим примером именно потому, что эта страна была создана с нуля, и задачи, которые ставили перед собой основатели, хорошо известны. Несмотря на то, что благодаря свободе и ограниченному государству эта страна довольно быстро стала державой номер один, ее система оказалась не способной справиться с главной опасностью. Оказалось, что машина совсем не нейтральна и едет туда, куда сама хочет. Это проявляется прежде всего в неуклонном и повсеместном разрастании государства. Что имеется в виду подростком государства? Это не только увеличение затрат, но уже имеющиеся функции. Это прежде всего присвоение себе тех функций, которые ранее выполняло гражданское общество. Либо даже создание себе новых функций, которые раньше не было вообще. На этой таблице показано, как растет государство, вытесняя с собой гражданское общество. Это примеры из практики развитых государств. Красным показаны функции государства, синим – функции гражданского общества. Мы видим, что в XIX веке в руках государства находятся только две полновесные функции. Денежная система еще не была приватизирована государством. И хотя уже были центральные банки, золотой стандарт означал, что деньги скорее находятся в руках общества. В XX веке ситуация изменилась. Была приватизирована полностью денежная система. Серьезный удар по гражданскому обществу был нанесен приватизацией социального страхования. Государство также нашло себе работу в виде пенсионной системы. Ее не было в XIX веке. Люди либо сами копили себе на старость, либо находились на содержании детей. В крайнем случае – благотворительность. Образование путем введения обязательного начального образования и школьных программ тоже попало под контроль государства. С медициной это случилось из-за государственной страховой медицины. И наука теперь у нас тоже активно финансируется государством. Единственное место, куда расширилось гражданское общество – это интернет. Конечно, это не социальная функция в чистом виде. Хотя, с какой стороны посмотреть. Кстати, такая схема хорошо листрирует то, что случилось с нами в начале 90-х и что бывает, когда нет гражданского общества. Слева – тоталитарный СССР, в котором все социальные функции осуществляются государством. Тут у нас все красное. Вся эта красота или краснота держалась на насилии и промывке мозгов. Когда все это рухнуло, государство исчезло. В короткий период 1991-1992 года его практически не было. А затем оно вдруг возникло, но в очень интересной форме. Поскольку гражданского общества в классическом виде не было, да и нет, куда ему было взяться так быстро, функции выполнить было некому. И поэтому возникла такая удивительная форма, которую можно назвать как бы государство. В нашей жизни нет ни одной сферы, где можно обойтись без государства. И в то же время оно начинает работать, только если подтолкнуть его хорошенько, частным образом. Есть две главные версии того, как выглядит сегодня наша реальность. Первая – это сплошное государство. Куда ни кинь, за что ни возьмись, везде государство. Все контролирует и шагу не дает вступить. Вторая версия – у нас сплошные персонифицированные отношения. Блад и знакомство. И чтобы что-то добиться, нужно поступать вопреки государству, используя личные связи. Интересно, что сторонники этих версий реальности постоянно конфликтуют между собой. Первые говорят, что государства слишком много. А вторые считают, что порядка нет, и поэтому нужно больше государства и правильных, хороших законов. Но при этом нет ни одного человека в стране, который бы не согласился с тем, что в стране бардак. На самом деле, правы и те, и другие. Симон Кордонский придумал для этой системы замечательную аналогию с монетой. Это просто две стороны одной монеты. С одной стороны – чисто патриархальное персонифицированное отношение, с другой – тотальный государственный контроль. Обычно в один и тот же момент времени мы можем увидеть только одну сторону монеты. Очень трудно увидеть сразу обе стороны. Поэтому одни видят одну сторону монеты, а другие – другую, в зависимости от того, откуда они смотрят. Конкретно чиновник Иван Иванович занимается тем, что создает помехи в жизни людей на отведенном ему участке работы. Рядом другой Иван Иванович создает помехи в другой сфере жизни. При этом первый Иван Иванович уже в качестве частного лица страдает от помех, созданных вторым Иван Ивановичем, и жалуется на бардак. Второй Иван Иванович находится в такой же ситуации, и оба они страдают от помех, созданных третьим, двадцать пятым и сто пятидесятым Иван Ивановичем. Создание помех происходит через постоянное усиление государства, а их преодоление – через личные связи и отношения. Такая система не поддается реформам. В стране, где нет гражданского общества, то есть сколько-нибудь значимой, независимой деятельности, реформы невозможны. В ситуации, когда любая деятельность завязана на государство, для реформ просто нет точки опоры. Кстати, Запад, если там сохранится политика уничтожения гражданского общества, тоже скоро превратится в такую же страну, как и мы. Будь я бизнесмен, я бы организовал туры в нашу страну под девизом «Welcome to your future». Но вернемся к тому, что государство не нейтрально. Почему такая система существует, да еще и расширяется? Не является ли само существование и отсутствие альтернативы доказательством естественности государства? Ответ – да, не является. Долгожительство государств объясняется тем, что они самовоспроизводятся. Здесь я хочу пояснить, что означает «естественно». Естественное происхождение – это то, что возникает как результат добровольной деятельности. Что ты с ним не делай, а оно все равно будет. В этом смысле естественной, к примеру, является частная собственность. Что ты с ней не делай, а оно все равно за свое. Я не могу назвать насилие и регулярное принуждение естественным. Разумеется, в обществе всегда есть люди, для которых насилие естественно. Но вот как раз естественное состояние общества заключается в том, что на каждого джигита найдется другой джигит. Мы говорим об организованном и регулярном насилии. Оно не могло возникнуть как результат естественной и добровольной деятельности людей. Понадобились столетия, чтобы все это превратилось в некоторое подобие привычки. Естественной формой организации людей следует считать скорее феодальную республику. Но вернемся к государству. Мы говорили, что государство возникло как институционализированное принуждение. Первоначально это было принуждение в пользу правящего класса. Этот правящий класс был дворянством, которое не работало, получало доход со своей земли, не платило налогов, но обязано было воевать. В то время возникла бюрократия в виде мытарей. Затем, после так называемых пуржиатных преобразований, дворянство исчезло. Современное государство не работает больше на какие-то постоянные группы. Выгодополучателями могут быть профсоюзы, крупный бизнес, пенсионеры, организованные меньшинства, отраслевые лобби, например, сельское хозяйство и так далее. Государство является инструментом, с помощью которого плага изымаются у одних и перераспределяются в пользу других. Правда, инструмент – это не совсем верное слово. Инструмент предполагает все-таки нейтральность. Я бы сказал, что государство – это поле возможностей. Такое определение не предполагает нейтральности. Да и возможности – это такая вещь, ими можно воспользоваться, а можно и нет. Наконец, и само это поле может меняться. Или расти, или сокращаться. Так вот, сейчас практически все заинтересованы в двух вещах. Во-первых, чтобы использовать это поле в своих интересах. Пока есть возможность перераспределять свою пользу, и смысл организовываться в группы давления. Во-вторых, все заинтересованы в том, чтобы само это поле росло. Чтобы перераспределять можно было как можно больше всего. Фактически, демократическое государство сегодня – это легальный грабеж друг друга по итогам голосования. Сегодня первые грабят вторых, а завтра вторые первых. Авторитарное государство отличается тем, что там смена грабителей не связана с выборами. В чем же состоит это поле возможностей? Что это такое? Первый пункт – монополия на выработку правил. Государство говорит, я признаю только те правила, которые само установило. Только эти правила имеют последствия. Соответственно, для принуждения к исполнению этих правил нужна монополия на насилие. Третий пункт – гарантированный доход и гарантированные средства на содержание самого себя. Это принудительные налоги и другие доходы государства. Четвертый пункт – независимость системы от подопечных. Выборы и революции меняют только действующих лиц, тех, кто не справился с задачей. Сама система сохраняется. Что такое эта система? Чем она является в реальности? Это набор так называемых шаблонов поведения. Мы с вами все являемся участниками социума только по той простой причине, что этот социум занят производством шаблонов поведения. Мы можем научиться у других людей понять, как нам поступать в той или иной ситуации, посмотрев, как это делают они. Это значит, что социум постоянно занят производством времени, он постоянно экономит наше время. Собственно говоря, по этой причине он и существует. Нужно сказать, что большинство шаблонов, которыми мы пользуемся, вообще трудно заметить и отрефлексировать. Они постоянно меняются. Одни хорошо заметны, а другие можно выявить только при тщательном анализе. Одни существуют столетиями, а другие по несколько часов. Можно сказать, что шаблоны бывают разной плотности, интенсивности, жесткости и так далее. Однако, что действительно трудно себе представить, так это поведение человека вне всяческих шаблонов. Если я вижу перед собой вот такой предмет, то мой опыт подсказывает мне, что это дверь. И если я хочу пройти вовнутрь, то мне нужно повернуть ручку и нажать или потянуть. Если в этом случае вдруг дверь падает, или выясняется, что это просто рисунок на стене, то это будет смешно. Почему? Потому что все, кто увидит это, будут думать в рамках того же шаблона, что и я. Они будут ожидать, что дверь откроется. Противоречие ожиданий с реальностью вызывает смех. Так вот, человек, действующий вне всяких шаблонов, не может просто так взять и войти в дверь. Ему придется каждый раз сначала тщательно исследовать этот предмет. Это дверь? Точно? А вы уверены? Шаблоны являются своеобразными алгоритмами, набором некоторых действий. Иногда эти действия внутри шаблона жестко привязаны друг к другу, а иногда нет. Но в любом случае, если вам нужно попасть из точки А в точку Б, то выбрав шаблон, вы достигнете результата быстрее, чем занимаясь свободным поиском решения. Если нужно пересечь оживленную трассу, то проще пройти на перекресток и дождаться там зеленого цвета. Так вы быстрее и безопаснее попадете в нужное вам место. Здесь я прокомментирую только второй пункт. Шаблоны создаются людьми. Он выглядит дурацким. Кем они еще могут создаваться? Эта глупость написана для того, чтобы подчеркнуть, что законы и прочие нормативные акты не являются шаблонами поведения. Шаблонами является то, что возникает тогда, когда люди пытаются применять эти нормативы в своей жизни. Слово шаблон имеет в нашем языке негативный оттенок. Наши оценки шаблона могут быть разными, но как практика он абсолютно нейтрален. Просто мы всегда действуем в рамках некоторых шаблонов. Это не хорошо и не плохо. Это так есть. Вот, кстати, пример того, как возникают хорошие позитивные шаблоны. По крайней мере, я точно зафиксировал один. Во время революции водители вдруг начали вести себя прилично с пешеходами. Это произошло как по команде практически мгновенно. Появление этого шаблона, наверное, было вызвано простым соображением. Да что, я жлоб какой-то, что ли? С тех пор киевляне значительно проще пересекают улицы на зебре, чем, скажем, москвичи. Теперь, если мы посмотрим через шаблоны на такую штуку, как государство, мы ничего не увидим. Никакого государства в окружающем нас мире не существует. Никто и никогда не сталкивался в своей жизни с государством, не видел его и не слышал. В реальности есть только другие люди и наше поведение в рамках тех или иных ситуаций, которые диктуются шаблонами поведения. Желтые штаны. Два раза ку. Ку-ку. 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 Закономерности есть, и их выявил Людвиг фон Мизес, который, исследуя экономику, предложил считать ее частью более общей науки о человеческой деятельности, которую он назвал проксиологией. Мизес показал, что именно человеческая деятельность обладает той необходимой регулярностью, которая и позволяет устанавливать закономерности. Нам важны следующие утверждения проксиологии. «Деятельность всегда направлена на уменьшение беспокойства. Абсолютно счастливый и довольный человек не будет действовать. Действие всегда направлено из настоящего в будущее. Без образа себя в будущем оно невозможно. То есть, мы сначала представляем себя в некоторых измененных условиях и принимаем решение действовать. Деятельность – это последовательность действий, которые мы совершаем для достижения этой цели. Настоящие блага всегда предпочтительнее будущих благ. Это, казалось бы, очевидная вещь, абсолютно непонятна, например, марксизму. Следствием этого утверждения является тот факт, что чем более удаленные цели преследует человек, тем более ценными они для него являются. Человек действует путем выбора. Всегда есть альтернативы, которые он оценивает. Объективного, то есть независящего от индивидовыбора, не существует. Коммунисты пытались создать общество удовлетворения объективных потребностей в еде, жилье и тому подобном. Не вышло. Никому не нужна еда, жилье, медицина или тому подобное. Нужно удовлетворение конкретных потребностей с конкретным вкусом, цветом, запахом и стразами вот здесь внизу. Проксиология говорит нам, как это все работает. Шаблоны, с одной стороны, экономят время, с другой, снижают интенсивность оценки выбора в каждой внутренней точке. Когда мы внутри шаблона, нам не нужно задумываться над каждым шагом алгоритма. Бувси так рублять. Но выбор никуда не девается. Иногда, когда какие-то условия меняются, человек прочитал умную книжку, или он вдруг понял, что нельзя мусорить в лесу, он задумывается и говорит себе, стоп, а что я делаю? И только если с этого момента он начинает действовать, а не просто думать по-другому, в окружающей его реальности что-то меняется. Не важно, что люди думают и как они оценивают происходящее. Имеет значение только то, что они делают. Отметим, что деятельность часто даже не рефлексируется. Например, такая непонятная никому штука, как менталитет, есть не что иное, как набор шаблонов. Практически полурефлексов. Сам не заметил, как украл. А так вообще хороший человек. Так вот, проксиология поясняет нам, почему это поле деятельности является крайне жестким шаблоном. В всей стране она берется, может быть, с десяток человек, для которых эти слова имеют такое значение, что способны подвинуть их к осознанной деятельности. То есть, для которых в рамках их шаблонов государство, хотя и есть, некоторая умственная конструкция, но реально в достаточной степени, чтобы действовать. И действие, имеется в виду, будет направлено против того, что здесь написано. То есть, против монополии и так далее. Для всех прочих, как мы уже сказали, государство нереально. В природе его нет. То есть, они могут думать о государстве, говорить о нем, но в реальности они сталкиваются с конкретными ситуациями и конкретными людьми. И всегда будут поступать таким образом, чтобы результат был получен как можно скорее и за наименьшую цену. Поскольку только поступки имеют значение, то так воспроизводится система в целом, сохраняя в себе базовые и институциональные основы. То, что люди так поступают, это нормально и естественно. И повторю, никак не зависит от того, что они при этом думают и говорят. Вот если их думание и говорение подвигнет их на изменение поведения, то это, может быть, даст результат. Так, государство является точкой сборки для биллионов, шаблонов и шаблончиков. Одна мысль о том, что уже на следующих выборах мы им покажем, создает огромное поле для деятельности множества людей. Не говоря уже о регулярной деятельности людей, занятых в бизнесе, медицине и так далее. В общем, для всех нас. Вот две проксиологические причины того, почему государство самовоспроизводится. Первая, грубо говоря, люди поступают так, как проще. В этом нет ничего плохого, и наука проксиология объясняет это. Вторая причина. Коль скоро социальная система является результатом нашей деятельности, то деятельность, пронизанная государством, воспроизводит государство. Здесь я должен пояснить одну важную вещь. Под результатом деятельности нужно понимать, скорее, непреднамеренный результат. К примеру, никто никогда не изобретал такой институт, как деньги. Люди просто стремились обменять одни блага на другие. И в этом была их цель и их намерение. Но эта практика привела к тому, что при обмене начал использоваться товар-посредник, то есть деньги. Когда-то давно один из первых мэров Киева побывал в Нью-Йорке. В интервью, которое он потом дал в Киеве, он говорил о том, что его страшно интересовало, как мэр Нью-Йорка справляется со снабжением огромного города продовольствием. Оказалось, что никак. Он вообще этим не занимается. Наш мэр был страшно удивлен. Так называемые силы рынка способны творить чудеса. Мы привыкли к этим чудесам, и они кажутся нам обязательным порядком вещей. Но от этого они не перестают быть чудесами. Точно такие же чудеса мы постоянно наблюдаем со стороны государства. В отношении нас с вами одно действует не просто умно, но крайне точно, и всегда еще с какой-то унизительной подковыркой. Кажется, что за этим стоит какой-то сверхразум. Но если мы зададим себе вопрос киевского мэра, кто кормит Нью-Йорк, правильный ответ будет – никто. А совсем правильный ответ – все вместе. Деятельность государства создает своего рода рынок, то есть среду, в которой незнакомые друг другом люди без предварительного соглашения координируют свои усилия. Но если обычный рынок создает богатство, то этот, который я называю антирынком, богатство уничтожает. В терминах нашей темы наш мир выглядит следующим образом. Одни и те же люди, действуя в рамках одних шаблонов, создают богатство, а действуя в рамках других шаблонов, они же его уничтожают.